Всем привет, с вами Кик. Сегодня к нам пришел ноутбук с громким названием, отражающим всю силу союза одного из лучших десктопных процессоров AMD Ryzen 7 5800H с видеокартой, которая уже у всех на слуху, NVIDIA GeForce RTX 3070. Имя этому союзу Lenovo Legion 5 Pro. Заваривайте чай, будет интересно! Корпус изготовлен из металла и пластика. Верхняя и нижняя часть крышки металлические, а сама рабочая панель сделана из пластика. Получается, ноутбук имеет броню. Покрытие серое и матовое, оно собирает отпечатки, но их не особо видно из-за такого оттенка. Да и стираются они легко. На крышке расположился логотип Legion, который светится при подключенной зарядке приятным белым цветом. Это выглядит серьезно и внушительно. Крышка незначительно прогибается в центре, но это никак не мешает со спокойной душой закинуть его в рюкзак. Если повертеть ноутбук, то взгляд остановится на задней панели, имеющей разные порты. Как раз о них и поговорим. С левой стороны находятся USB Type-C и вход для наушников или микрофона. А справа расположились выключатель веб-камеры и стандартный USB. А где остальные? Остальные как раз сзади. Там находятся еще три порта USB, один из которых поддерживает зарядку устройств током до 2 ампер, USB Type-C, разъем HDMI и RJ45, а также входной разъем питания. Теперь разберемся с главным рабочим инструментом ноутбука – красивой игровой клавиатурой с полноразмерной четырехзонной RGB-подсветкой. Если вы мечтали побыть в роли диджея, управляющего цветомузыкой, то обратите внимание на фирменную утилиту с тонкой подстройкой каждой зоны клавиатуры. При этом ее красота не главный козырь. Наверное, клавиатуру конструировал сам SubZero. Чтоб не тратить лишних слов на охлаждение, забор воздуха начинается именно с клавиатуры. Затем из-под холодных пальцев мастера воздух поступает в пылающую душу ноутбука через четырехканальную систему отвода воздуха, что значительно усиливает охлаждение, повышая производительный потенциал легиона. Надо отметить, система охлаждения успешно справляется даже с горячим теплопакетом видеокарты, достигающим 140 ватт. Что ж, клавиатурой мы остались довольны. Забыли упомянуть тачпад, занимающий значительную площадь. У него чувствительный, приятный сенсор, имеется поддержка множества касаний. Лишь его положение не слишком выгодное для геймеров, ведь он заканчивается под клавишами S и D. Поэтому отключайте его во время игр, дабы избежать ненужных кликов. А чем же порадует дисплей? В первую очередь более высоким разрешением, 2560 на 1600, то есть экран с соотношением сторон 16 к 10 размером 16 дюймов. За качество изображения отвечает IPS-матрица с насыщенным реалистичным изображением и технологиями Dolby Vision и NVIDIA G-Sync. Эта технология динамически синхронизирует частоту вывода кадров видеокартой с частотой обновления монитора. То есть у вас не будет разрывов изображения и не будет дерганого видеоряда. А технология Dolby Vision с полным цветовым охватом sRGB делают картинку более живой и сочной. За этим экраном можно и в танчики погонять, и с фотошопом пошаманить, так что дисплей является однозначным плюсом этого ноутбука. Частота обновления экрана в 165 Гц раскрывает весь потенциал железа, к которому мы скоро подберемся. Завершим разговор о мониторе на светлом моменте, выкрутив ползунок яркости до предела. И тут мы не разочаровались. Солнце не затмевает матовый антибликовый экран яркостью 500 нит. Теперь же расскажем подробнее о наших легионерах. Процессор AMD Ryzen 7 5800H имеет 8 ядер и 16 потоков. Тактовая частота 3,2 ГГц, но это не предел. Ее можно разогнать до 4,4 ГГц. Наш камень взял себе за основу 7-нанометровую архитектуру Zen 3. Это нововведение удваивает объем кэш-памяти, приходящийся на ядро, то есть снижает задержки при обмене данными между ядром и кэш-памятью. В целом Zen 3 обеспечивает прирост производительности на 19% каждому ядру по сравнению с предыдущей архитектурой. Данный камешек прослужит с большим запасом. Кто не слышал о видеокартах от Nvidia 3000 серии? Впрочем, мы все равно расскажем о ее сильных сторонах. Графический процессор Nvidia GeForce RTX 3070 для ноутбуков поддерживает передовые игровые технологии, такие как трассировка лучей и DLSS. Первая создает натуральное поведение света в игре, благодаря чему картинка становится живой. А вкупе с мощным экраном это вообще сказка, а DLSS в свою очередь повышает производительность в играх до двух раз. Эту технологию поддерживает более 60 современных популярных игр, включая ожидаемую Battlefield 2042. Приятным бонусом к этому идет Nvidia Reflex, которая делает управление в играх более отзывчивым, улучшая взаимодействие видеокарты и процессора. Мощная видеокарта позволит не только хорошо порубиться, но и ускорить десятки рабочих и творческих приложений. Автоматические маски и прочие функции на базе ИИ помогут сэкономить себе часы работы в Adobe Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve и не только. Кроме того, графика RTX позволит ускорить не только все опции, задействующие искусственный интеллект, но и визуализацию при помощи трассировки пути, рендеринг, кодирования и прочие ресурсоемкие задачи. Технология Nvidia Broadcast, которая работает только на RTX, в реальном времени улучшает картинку и устраняет ненужные шумы во время онлайн-лекций и дистанционных занятий. Учитесь и работайте быстрее, а в свободное время играйте с комфортом на максималках. Данный дуэт способен справиться с любыми AAA-играми. Давайте рассмотрим некоторые примеры. Допустим, World of Tanks на ультрах он тянет на 120 фпс и более. К тому же GPU не особо нагрелся, максимум до 80 градусов. Far Cry 5 более 75 кадров на максимальных настройках, видеокарта нагрелась только до 70 градусов. Metro Exodus с трассировкой тянет на 70 фпс и выше без особого нагрева видеокарты. RDR2 на ультрах 70 фпс и выше без нагрева карты. Assassin's Creed Valhalla на ультрах более 60 кадров в секунду без нагрева карты. Battlefield V выдает более 100 фпс с нагревом карты до 80 градусов. И, наконец, Cyberpunk 2077 показывает около 60 фпс на максималках с нагревом видюхи до 75 градусов. Но это с разрешением 1920 на 1200. А если брать 2560 на 1600, то становится не все так радужно. Ведь Cyberpunk уже проседает ниже 50 кадров, а RDR2 старается держать 60 фпс. Но все же это более чем достойно, ведь мы имеем мобильную платформу, а не стационарную пекарню. А как насчет оперативной памяти? 32 гигабайта DDR4 в двух плашках по 16 гигов с одним скоростным SSD M.2 на 1 терабайт, а если этого мало и фотки с видео переваливают через край, то для них предусмотрели возможность апгрейда в виде дополнительного слота под SSD M.2. Так что есть где разгуляться. За громкостью Lenovo Legion 5 Pro отвечают два динамика Harman по 2 ватта с поддержкой Nachimic Audio. Система Nachimic обеспечивает лучшее качество звука, делая его объемным и реалистичным. Конечно, сверхобъема кинотеатра вы здесь не услышите, но это далеко не плоский звук дешевых колонок. Батарейка на 80 ватт-часов делает из ноутбука живучую портативную колонку, дает возможность примерно на 7 часов погрузиться в ночной марафон бумажного дома. Также ноутбук поддерживает быструю зарядку, с помощью которой он подпитывается до 90% за 1 час. А вы видели, с какой кормушки он кушает? Это богатенький адаптер на 300 ватт. Но если у вас нет возможности носить с собой громоздкий блок питания, то всегда есть возможность зарядить устройство через USB-C до 100 ватт. Пару слов про фирменную утилиту. С ней мы включим гибридный режим, который сильно продлевает жизнь ноутбука от батареи. Есть функция Rapid Charge, позволяющая зарядить Legion за час на 90% и три режима самого ноутбука – тихий, сбалансированный и производительный. Плюс вы можете переключаться между режимами, не заходя в утилиту. Вам всего лишь нужно нажать Fn плюс Q. Кстати, кнопка включения, находящаяся в центре, меняет цвет при переключении между режимами. Синий – тихий режим, красный – производительный и белый – сбалансированный режим. Ну и, разумеется, изменение подсветки, поиграться есть с чем. Так, ну теперь давайте подведем итоги. Качественный корпус, состоящий из металла и пластика, отличный экран с высоким разрешением, запасом яркости и цветовым охватом, сильная начинка, способная тянуть на родном разрешении почти все ААА-игры на максимальных настройках и, конечно же, продвинутое охлаждение, которое не дает нагреться видеокарте выше 80 градусов при активном гейминге в современные игры. Казалось бы, у Lenovo Legion 5 Pro нет как таковых минусов. Он подойдет любому человеку от дизайнера до заядлого геймера. Хотя все же любителям поиграть он подходит больше, благодаря своей огромной вычислительной мощности. Но за удовольствие приходится платить чеканной монетой. Если вы просто время от времени смотрите фильмы и играете в Skyrim, то стоит взглянуть на модели попроще. Такой титан не раскроет свой потенциал. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Ну а с вами был Кик, пока! Субтитры создавал DimaTorzok